Сейдозер Лавазерских тундр не один год будоражит умы исследователей, пытающихся разгадать тайну его происхождения. Паломничество сюда не прекращается круглый год. Недавно в составе Мурманского областного отделения Российского географического общества «Изведать подводный мир Сейдозера» отправился кировчанин Александр Губин. Своими эмоциями и красивыми кадрами он поделился с нашей съемочной группой. Александр Губин – член подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества, путешественник и исследователь. Он принимал участие в более чем 130 экспедициях, в том числе в Арктику, Антарктиду, Южно-Америку, на Байкал и Белое море. На его счету более 4000 погружений и три мировых рекорда по глубоководным погружениям. Подводный мир, как только я его первый раз увидел, он сразу привлек меня своей красотой и необычностью. Так все двигается по-другому, ну хотя бы потому что перемещение все в трех измерениях, больше свободы, возможностей каких-то. За свою жизнь Александр Сергеевич увидел множество необычных мест, но кольская природа для него, пожалуй, одна из лучших. Совсем недавно дайвер в составе Мурманского областного отделения Русского географического общества вернулся из поездки на Сейдозеро, где изучал его подводный мир. Еще аквалангисту запомнилась река Эль-Мараёк. Речка меня просто поразила. Я очень много где погружался, очень много чего видел под водой. Она поразила своей прозрачностью и красотой подводных ландшафтов. Вот с точки зрения доступного такого подводного туризма и водного туризма, она просто шикарна. В Сейдозеро всегда было интересно своими мифами и тайнами. Рассказы об аномальных явлениях, останки древней цивилизации и неповторимая красота природы. Все это привлекает исследователей и путешественников. По словам Александра Губина, это не последняя поездка на загадочное Сейдозеро.